Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Лена, кто еще не знает. И сегодня у нас с девочками совместное видео. Такое видео, знаете, наверное, актуальное. Называется оно «Питание и похудение». Здесь у меня вопросы. Вопросов довольно-таки много. Я даже, знаете, растерялась, смогу ли я их ответить во время, в которое нужно уложиться. Все, наверное, знают, что длинные видео никто не любит смотреть. Поэтому я постараюсь кратенько, чтобы прям вот-вот-вот-вот. Также после моего видео не забудьте посмотреть видео девочек. У них тоже очень интересные ответы. Я буду отвечать на эти вопросы на основании своего опыта. Не судите строго, это чисто мой опыт. И давайте начнем. Так, давайте начнем с первого вопроса. Какой вес сейчас? Сейчас у меня вес, по-моему, 49. Сейчас покажу, сколько я вешаю. Станем вместе на весы. Второй. Какой был самый большой вес, которого я похудела? Самый большой вес, наверное, был где-то килограммов 56. Это я набрала при помощи гормонов. Похудела. Как? Расскажу чуть пониже, то есть, когда я буду отвечать на следующие вопросы. Идеальный вес при моем росте 162. Мой идеальный вес где-то 48-49 килограммов. Ну, от силы 50. 52 там, это уже я себя чувствую так не очень хорошо. Как относишься к диетам и есть ли любимая? Насчет диетам, ну, отношусь спокойно. Не нужно ими сильно только при, как бы, как вам сказать, не нужно. Только сильно увлекаться, скажу так попроще. Любимая диета, наверное, у меня все-таки гречневая. И вторая диета, любимая, это кефирная. То есть, кефирная йогуртная. Как относишься к разгрузочным дням? К разгрузочным дням отношусь прекрасно. Если вы себя чувствуете, там, как-то не очень хорошо, есть лишний вес, то с удовольствием. Бывают ли срывы, когда ешь все подряд? Я так понимаю, этот вопрос срывы. Срывы, наверное, если во время диет, то есть, закончилась диета, и мы начинаем есть все подряд, это, конечно, наверное, ужасно. А так срывы, ну, я не могу сказать, что я прям вот ем все подряд. Бывают такие дни. Хочется и сладкого, хочется и соленого, хочется и мясного, и все подряд. Бывает, да, грешу этим. Ну, что делать? Потом приходится делать разгрузочный день. Курение веса. Его влияние насчет сигарет. Не знаю, как сказать. Я видела девушек и худых, которые курят, и девушек полных, которые курят. Я думаю, что он сильно не влияет. Насчет алкоголя. Следующий вопрос. Вопрос насчет алкоголя тоже. Тут зависит все. Есть алкоголики, которые, например, много пьют, и при этом худые. Есть толстые. Это я насчет самого такого низшего общества. А алкоголь, говорят, что он калорийный, но я думаю, что если кто-то чуть-чуть только совсем, то никакого влияния, я думаю, что он не влияет. Вода ее влияние. Задержка в организме воды повышает немного вес. Может, килограмм-два, по крайней мере, у меня. Но вода выходит. И, например, у меня подруга использует нычегонное, если она перебрала с водой. Насчет себя у меня вроде как такового нет. Так, в котором часу у тебя последний прием пищи? Последний прием пищи у меня примерно где-то в 6-7, может быть, даже немного пораньше. То есть, это, например, ужин. А перекус может быть и в 9, и в 10. Вот такая я плохая. Как уменьшить аппетит? Как уменьшить аппетит? Не знаю, как уменьшить. У меня как такового прям сильного аппетита нет, поэтому я с этим не страдаю. Насколько эффективны таблетки для похудения? Тоже я с ними не сталкивалась, никогда не использовала. И вообще, я думаю, что это, наверное, страшно пить какие-то таблетки для похудения. Слышала такие страшные истории про это, поэтому, наверное, не нужно. Так, а эффективен ли чай для похудения? Чай для похудения, так понимаю, это мочегонный. Он просто выводит лишнюю жидкость из вашего организма и не более. В какой-то степени я приравниваю его к разгрузочному. Наверное, да, эффективен. Так, какие продукты желательно исключить для похудения? И я думаю, конечно, это в первую очередь влияет мучное, которое быстро переваривается. То есть, и хочется еще, еще, еще. То есть, они как бы не утоляют голод. Ну, по крайней мере, я думаю, что нужно есть какое-то постное мясо. И это, наверное, намного полезнее. Так, как не поправиться во время отпуска? Вы знаете, девочки, я очень страдаю этим. Во время отпуска, если я куда-то уезжаю, дам халяву на пищу, это все, это я набираю. Не знаю, как вам посоветовать, как не поправиться. Нужно больше, наверное, активности, больше, там, принимать участие в каких-то спортивных соревнованиях. Я все мечтаю. Знаете, о чем? Когда я поеду в отпуск, куда-нибудь там за границу, я буду пункт вам берет, как я делаю здесь. Но у меня не получается. Так, правда ли, что в группе ходите эффективнее, чем в одиночку? В группе, наверное, да. Когда вы собрались в группе по интересам, и каждый там, у меня столько, у меня столько, это, знаете, наверное, как стимулирует. Я бы с удовольствием занималась этим, если был бы у меня, наверное, лишний вес. Что же лучше съесть на ужин? На ужин, ну, вы знаете, на ужин, я думаю, что, там, какой-то второй, по крайней мере, для меня, это, например, рыбка, там, с пюре, да, или еще что-то такое, мясо с чем-то таким. Ну, небольшую порцию, я думаю, вот это вот полезнее. Какая часть тела у тебя худеет в первую очередь? В первую очередь у меня, наверное, худеет грудь, талия, и потом, наверное, лицо. И вот уже в последнюю очередь бедра, они у меня такие, не хотят худеть, ни в какую. Сколько раз в день ты ешь? В день я ем два раза, не завтракаю практически никогда, если только не на отдыхе где-нибудь. А так дома, нет, практически не успеваю просто, а так обед, ужин в основном всегда, не пропуская, стараясь не пропускать. Так, какие продукты преобладают в моем рационе? Я люблю овощи, фрукты, люблю мясо, люблю творог, то есть молочный, примерно вот так вот. Можно ли солить пищу? Солить пищу можно, нужно, ну, без соли, конечно, мы уже привыкли, с детства нам уже дают подсоленную пищу, мы к этому привыкли, и полностью, наверное, от соли отказаться нельзя. Но не нужно пересаливать пищу, я всегда стараюсь ее не досаливать, и потом, когда я что-то готовлю, например, супчик, там что-то, каждый может себе добавить, сколько нужно соли. Стараюсь я так делать, и у меня поэтому всегда недосоленная пища. Так, что для тебя главный враг для похудения? Главный враг, это, наверное, моя лень. Не знаю, по крайней мере, у меня, я не знаю, как, напишите, было бы интересно, какой у вас главный враг, для меня этот вопрос так интересен стал. Как найти мотивацию для похудения? По крайней мере, я на своем опыте, мотивация для похудения у меня была такая, когда я была подростка, у меня была довольно-таки полная, ну, не совсем полная, но у меня был живот, а у меня было такое пухлое лицо. Не знаю, если я найду фотографию, я вам приложу, и в один из моментов я поняла, что при моем росте такой вес иметь не очень хорошо. Вот такая вот у меня мотивация, то есть я сказала себе, что я выгляжу как колобок при моем росте, был бы у меня рост повыше, то этот вес нормально, а так вот никак. Поэтому вот такая вот мотивация. Что я вам могу пожелать? Кушайте, ну, не знаю, в удовольствии, наверное, как французы, они едят в удовольствии, желательно, конечно, не злоупотреблять, будьте красивы, стройными. Главное, чтобы вы были, как сказать, всегда довольны. Ну, а диеты, я думаю, такие строжающие диеты, все-таки портят нам настроение, улыбайтесь. И что еще хочу сказать напоследок? Мужчины на кости не бросаются, поэтому старайтесь не худеть сильно, чувствуйте себя комфортно. Если вы себя чувствуете комфортно в своем весе, это значит самое то. И поэтому мужчины любят таких вот, не слишком полных, не слишком худых, скажем так, средней консистенции, чтобы было за что подержаться. Так что на этом я заканчиваю свое видео. Еще раз повторяюсь, не забудьте посмотреть видео девочек. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Напишите мне, пожалуйста, с радостью с вами пообщаюсь на эту тему. Всем пока-пока. Всем пока.